Игнатих Иванович, молитесь. 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 Игнатих Иванович. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Игнатих Иванович, молитесь. 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 меня с обеззаконием моими, но человеколюбствовал и сега обычно, и в ничайне лежащего воздвига, и сега ежаутреньте славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь о слове всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя об исповедании и сердечном, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему, придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Восемьдесят девятый Псалом Господи, Ты нам прибежище в рот и рот, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века до века Ты Бог, Ты возвращаешь человека в тление и говоришь Возродитесь, сыны человеческие, ибо перед очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел и как стражам ночи, Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как това, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоему и смятения. Ты положил беззаконие наши перед Тобою и тайны наши перед цветом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего, научи нас счастливать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое, обратись, Господи, да коли, умилосердись над рабами Твоими, рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие, да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших с поспешивствуй нам, в деле рук наших с поспешивствуй. Девяностое Псалом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которую я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящий днем, язвы ходящие во мраке, заразы опустошающие в полдень. Падут под для тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебе, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими, и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышним избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедают о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебе, да не притнешься камень ногою твоею. На Асфида и Василиска наступишь, попирать будешь любва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготую дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Боже мой, Господь Иисус Христос, По великой любви ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатое сострадание и неизречено в милости, ибо ты сказал, о Христос мой. Верующий меня будет жить и не увидеть смерти во веки. Если же вера в тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую. Спаси меня, ибо ты Бог мой и Создатель. Да вмениться же мне вера вместо дел, Боже мой. Ибо не найдешь никакие дела оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна верой моей. Пусть она отвечает. Пусть она оправдает меня. Пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана. И да не похвалится тем, что отторкнет Твоей, Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу? Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорей приди ко мне на помощь. Поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очреватель моей. Спаси меня, Господи, ныне возлюбить Тебе, как я возлюбил некогда тот самый грех. И вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатана Больстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу во все дни жизни моей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь на блестину мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступить меня за невоздержанность мою. Не дай возможности взлома демону, починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной ему души и тела! Прости мне все, чем оскорбил Тебе во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принимать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом достойно своей милости. Аминь. 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 И погаси пламя страстей моих, ибо нищ и слаб. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений. И освободи от всех воздействия, ибо Ты благоценен от всех родов, и Твое причастное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые годники Божии, Игнатий Владимир, надежда, любовь, ибо мы усердно к Вам прибегаем, к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою. Благословен Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, якородилаяся и Христа Спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнока, животворящего Креста Господний, не остави нас грешных уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей. Победа на сопротивные дары Твои, сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помил от самого духовного родителей и сродника, благодетелей, митрополита, Марка, Николая, Агапангела, Тихона, Антония, Священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадиму, Зосиму, Максима, Владимира, Андрея, Диакона, Фигеля, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита, Сергия, патриарха, Кирилла, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита, Тихона и Лариона, и весь священнический иноческий чин, и вышли истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам-то еще священника, рожденного с высшей благовестникой, место для занятий, если угодно Тебя, смири власти воинств Твоих, наведи страх Твоих на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, умудри их издавать добрые законы и исполнять их, дабы дали достойно жить людям, что было из чего уделять нуждающимся, и преобразуя из сердца в духовные, коснись их, Владимира Михаила Жозепа Рамзана, Владимира Александра Эрдогена и Амана, и дару мира Израилю, Россию, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи, и коснись этого смутяна Алексея, и разбей все общество, и покажи им ту бездну, куда они сталкивают людей. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить, умножить наши таланты, дарованные Тобой, для всего починам добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, который никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в Нем. Начни нас во всем доверять со Твоему промыслу. Ты сказал, чтобы люди, обращаясь к Тебе, получили рождение свыше, исполняли Твои святые заповеди, и Ты их нарисаешь святыми избранными. Помоги нам оправдать эти названия и имена. Слава Тебе, Христе Боже наш, за тихую, Мирную ночь. Прибудь с нами, Господи, и защити жилища наше и селения от пожара, воровни, чистой силы, и благослови живущих там Андрея, Игоря, Игоря Владимира, дай веру. Благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея и Иосифа. И пришли добрые жители, любящих и знающих уставы Твои святые. Помоги нам безгрешно прожить этот день, не нарушая Твои святые заповеди, и сохранить непосильных искушений. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе. Будь милостью к нам. Избавь от тяжку недуга пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимира, и потерянного Александра найди. Блуждающих Алексея и Сергея останови, дабы не обманывай себя и людей. И найди все наше родство Евдокии, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Александра. Защити их и помилуй. Посети болящих, дай силу безропотно перенести страдания. Благослови Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Надежду, Ольгу, Валентину, Маргариту, Людмилу, отца Геннадия. Слава Тебе, Христе Боже наш. И возри на угрозы врагов, На всемерности и пакости творимые имя, И закрой их лживые уста, И в студный день не помяни их безумия, Ибо не знают, что худо творят. Дай им веры твоей, страх твой, И благослови благодетели наших, Воздаем добром Елену, Елену, Людмилу. Обрати Евгения, Наталья, Надежду, Юрия, Эдуарда, И помоги нам издать в исполнитель нового завета С толкованием блаженного пепелакта. Чтобы нам не быть обманутыми, И добрых сотрудников пошли. Слава Тебе, Боже наш. Воздай милостям и всем, кто строил эти жилища, Где мы находимся, и храмы. Спасение от непогоды, От недобрых людей. Слава Тебе, Господи. Хвала Тебе. Благодарю Тебя за здоровье и за болезни, За друзей и за ворогов. По Твоему благоволению, Господи, Все это может оказаться на пользу, Спасение бессмертным душам нашим. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Сохрани наши сокровища в интернете, Их администрацию благослови расположи к нам. И благослови трудящихся на этом поприще, Игорь и Юрий, Дмитрий, Виктор и Гавриилов, Вячеслава, Владислава, Романа, Николая, Алексея, Гавриила, Обратите, Мафея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Мария. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Егова, Овощи. Свят, свят, свят Господь Савао, Вся земля полна слава Его, Аллилуйя. Слава Вышли Богу на земле, Мир в человеках благоволения. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, За тот день, который дал мне веру в Тебя, Страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, За тот день, в который дал мне Святую Библию И указал на толкование святых отцов И коронной церкви, как на истину. И весь счастье воздай милости Твою всем, Кто трудился над моей душой и возрастаниями в Тебе, Мария, Степана, Александр, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, Спасти нас молитвами Твоими святыми, Покроем оформлений, О зависти несчастливых людей, Лукавых духов. Господи, благослови всех, Кто помогал нам совершить миссионерские путешествия И посеянное Тобою, Да даст обильные добрые плоды, Найди новые души. Благослови Виктора, Николая, Павла, Динаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Надежда, Людмилу, Науму, Валентину, Самиру, Самире, Тимуру, Рустику. Дай истинную Христову веру, Да бы не верил же пророкам. И благослови Виталия, Никиту, Николая. Дай им желание трудиться в поте лица по заповеди Твоей. Слава Тебе, Боже наш! Ангел Христов, Хранитель мой святой, Мори Бога о мне грешен, Благодарю Тебя, Мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинев смерть, ты сейчас, когда душа будет разлучаться от тела, проведи душу и помытарством, страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину. Господи, Господи, помоги. Устрои жилище, чтобы и там могли собираться у них люди, прославляя Тебя. Аллилуйя! Ян Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Но учти нас жить и в бедности, Господи, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и помогать нуждающимся. И каждому дар и доброе жилье. Сергей Гаврио. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мирлетийский чудотворец, образ крутости и воздержания, добрый архипастор, моли Бога о нас. Да примет Господь твою молитву о нас, о живности нашей, облегчающей наше пребывание в этой доле пищали земли. Молите Бога о нас. Но чтобы он был еще на встречу тебе, Господи, с горящими святильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел. Садил он в духе святом и с любовью. Аллилуйя! И защитил Анну и благословил Константина на работе. Устроил его дела по воле твоей святой. Слава тебе, Христе Боже наш! Слава тебе! Молите Бога о нас. Святые Ангелы и Архангелы, Херувимы и Серафимы, все небесные силы престолу Божьего предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует нам Господь жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем о жизни вечную, а они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарм, Семинский Усин, Философ, Космай, Демиан, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Камединский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николас, и то это царское семейство, Владимир, Велинамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, Антихриста, на челой или правую руку. Господи, устраши правителей мира и священства, обманывающие людей, что от предсказанных тобою казней можно избавиться будто бы какими-то измышлениями, союзами, изобретением, медициной. Все это дьявольская ложь. Твои причистые уста произнесли, что будут глады, моры, землетрясения, войны, и восстанет брат на брата, народ на народ, и царство на царство. Это еще не конец. И сему надлежит быть, сказал ты, Господи. И это все по любви Твоей, чтобы никто не ушел из-за этой жизни, не примирившись с тобою, ибо за гробом нет покаяния. Господи, благослови призванных на службу, на фронт. Никиту, Александры, Максима, и готова быть призванным, Георгия, сохрани, защити их, Господи, и возврати в мире неповрежденными. Не допусти, чтобы они пролили чужую кровь и стали убийцами. Слава Тебе, Христе Божий наш! Посети тюрьмы, лагеря, пихиатрические темницы, где есть дети Твои, и дару им свободу, Сергея, Илью, если угодно, воле Твоей, святой, услыши нашу молитву, освободи их, Господи. Молите Бога на святые отцы и Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златолух, Сафанасий Великий, и Прим Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнили, Ио, Сергий, Радонский, Степан Пермский, Серафим, Саровский, Антобольский, Антронштадтский, Аншанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Пиларет, И все перевозчики Священного Писания, Иероним Стридонский, Молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере. А замастеритьюков, сектантов, разруши, развеи, и мечту преврати, ибо вне церкви нет спасения. Молите Бога на святые жены и девы, Фёко Первомущин, Сапатина Самарянина Февруния, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроника Юния, Киприяна Устина, да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость и сохраниха всяческого поругания и насилия. Исправь непохоримость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмилы, Виктория и Иоанна. Слава Тебе, Христе Божий наш, слава Тебе. Прими нашу молитву, возъяне рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Божией. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его. Ты знающий все прежде бытия, Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них, болящего Димитрия по-моему, по-моему, Будь милостив и к тем, кто не заповедл молиться о них, коснись их сердец, приведи их к покаянию. Тебе Божья слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, слава и благодарение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Говори, Господи, Владыка, слушай, да слышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Доброе утро всем и мир всем. У нас утрами считается Слово Божие. Новый Завет с толкованием блаженного фефилакта. И вот тут я гляжу уже две наши сестры. Атахапилина Валентина Сергеевна и Симоненко, я не вижу ее, Ольга Николаевна, которые считают для вразумления настроен, пока ум не охвачен событиями дня. Итак, сестры, ваше время. Господи, Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их и исполнить волю Твою. Послание к эфесянам апостола Павла, 6 глава, 4 стих. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним. Толкование блаженного фефилакта. Не сказал любите, потому что этого даже помимо их воли требует от них природа, но не раздражайте, то есть не лишайте их доли и наследства. Не тесните их грубо, обращаясь с ними не как со свободными, а как с рабами, и постоянно будьте терпеливы к ним. Восходит к началу и основанию покорности и указывает отцам, каким образом они могут сделать своих детей послушными. Ибо если ты, говорит, желая, чтобы дети слушались тебя, воспитывай их в Слове Божие. И не говори, что дело Малахов, читать Божественное Писание, ибо это долг всякого христианина и особенно живущих в мире, поскольку и нуждаются они в большей помощи, как живущие посреди житейского волнения, равно как и для тебя нужно, чтобы дети слушали Писание. Из всего ведь они могут узнать, чти отца твоего и матерь твою, затем ты воспитываешь сына на эллинских сочинениях, из которых познается все самое худшее, а уже ли не будешь питать его Словом Божьим? Комментарии Игнатья Тихоновича «Мы ежедневно читаем в молитве «Отче наш, прости нам долги наши, какие долги, где их перечень?» Блаженный Феофилакт говорит, что читать Божественное Писание, ибо это долг всякого христианина и особенно живущих в мире. Велик ли этот долг и взыщет ли Бог за него? Почему же на исповеди священники почти никогда не взыскивают этого долга? Не потому ли, что сами они являются первыми должниками и числятся у Бога в особом списке, как злостные неплательщики долга?» 1 Коринфян 9,16 «Ибо если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Этот долг мог бы быть уплачен всеми сполна, если бы все знали о нем. Это тот долг, который самочинно изглаживается священнослужителями из памяти народной. Но Бог помнит этот долг и еще раз напоминает ныне через это издание блаженного Феофилакта. Опомнитесь, пастыри, опомнитесь, посомы, верните Богу его долг, возложенный на нас тем, что мы называемся христианами. За этим долгом Бог особенно ревно наблюдает и ждет возвращения его с прибылью. Сектанты это понимают и поют так. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноб один в руках нести. Это нужно сектантам. А православным не нужно. За закрытый талант с нас спроса не будет. Иоанн Златоуст такое поведение называет худым и предательством по отношению ко Христу. Читать Божественное Писание, долг всякого христианина и особенно живущих в мире. Читать, исполнять и проповедовать другим. Только тогда это чтение будет оправданным. Чтение означает берем в долг, проповедуем означает отдаем долг. Пятый стих. Рабы, повинуйтесь Господа, Господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего как Христу. Толкование. Так как и добродетель слуг способствует благоустройству дома, то и этой стороны он не оставляет без внимания, но приступает к ней напоследок, потому что она и по достоинству своему есть последняя. Но с ними говорить не как с неразумными детьми, а как совершенными, как это мы укажем впереди. Повинуйтесь же, говорит, господам по плоти, то есть временным. Сейчас же утешает их, указывая на то, что рабство временно и уничтожается вместе с плотью. Относительно жены просто сказал, да боится своего мужа. А здесь сильнее выражается, ибо трепет есть высшая степень страха. Ибо жена равна мужу и свободная, а рабы неравны. Хотя они и братья во Христе, но так как повелевает, чтобы и свободные подчинялись друг другу, даже жена мужу, то тем более рабы должны подчиняться господам. Ибо это не есть какое-либо унизительное дело, а напротив, высшее благородство, уметь смиряться и уступать ближнему. А так как многие из рабов боятся своих господ, не из расположения, но втайне коварствуют и злоумышляют против них, то присовокупляет, в простоте сердца, устраняя злоумышление. Шестой стих. Не с видимой только услужливостью, как человека угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Толкование. То есть не только в присутствии и пред глазами господ, но и в отсутствии так служите им. Человекоугодник не служит Христу, как и в другом месте говорит, если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Галатам 1.10. Так как можно служить в простоте сердца и искренне, но не со всей силой, исполняя только какое-нибудь определенное дело, то поэтому присовокупляя теперь от души, то есть от всей силы и готовности, даже с усердием, то есть со всей преданностью и охотой, а не по принуждению. В таком случае и низость рабства устраняется, если рабы добровольно совершают доброе и не дожидаются принуждения и побоев. 7.10. 7.10. 7.10. 7.10. 7.10. Служа с усердием как Господу, а не как человеком. Толкование Ибо сам Бог принимает благорасположенность по отношению к господам, так как Он же и установил этот добрый порядок, и не служащий им, как следует, противиться Божественному закону. 8.10. 8.10. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которую он сделал, рабли или свободны. Толкование. Так как, вероятно, многие из господ, элины и неверующие не делали никакого добра по отношению к рабам, которые хорошо им служили, то говорит, если не получишь награды от Господина по плоти, то примешь ее от Господа всех. И здесь показал, что говорит с ними как совершенными, а не как с детьми. Ибо детям он указал на земное долголетие, а этим указал на будущее. Девятый стиль. А вы, господа, поступайте с ними так же, умеряясь строго, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия, толкования. Так же, как, служите охотно и не как человекоугодники, но со страхом и трепетом, то есть в отношении к Богу. Ибо, хотя словами прямо этого не выразил, но желает всего, служит ведь и господин рабу, заботясь о нем, и доставляя ему все необходимое, и вообще поддерживая его, и не сходя к нему, и как Соломон говорит, разделяя с ним труд, не сказал, оставив бич, но даже строгость, а тем более наказание, то есть и в угрозах не бывайте жестокими. Смотри, как устрашает, ибо говорит Господь, какую меру мерите, такой и вам будут мерить. Матфея 7, 2. Не услышь и ты, злой раб, ведь долг тот, я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. Матфея 18, 32, 33. Не думай, говорит, что если ты будешь жесток своему рабу, то не дашь ответа пред Богом вследствие ничтожности этого лица, раба. Это ведь свойственно внешним законам, который знает различия между благородством и рабством, потому что от людей эти законы. Но здесь не так, потому что ты и сам есть раб того же Господа, хотя бы ты и был жесток в отношении к рабу, ибо изначально Бог не сотворил рабство, но его создало любостяжание, так относительно пленный, и оскорбление родителей, как это случилось Ханаана. Но если и не от Бога оно произошло, однако подчинение Бог узаконяет ради благоустройства и чтобы жизнь не была оттепчена кровью. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, словесами Божественного Евангелия Твоего, излей благодать Твою в сердце мое, ко истреблению страстей и грехов моих, и даруй мне силу ко исправлению. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сына и Сына. Сына и Сына. Продолжение следует...